Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. У нас сейчас идет 73-й урок. Мы находимся посередине 2 главы, 4 части. Эта часть называется «Служение Творцу». Глава называется «Об изучении Торы». Речь идет о изучении Торы. Мне кажется, что нет ни одного человека, который бы не слышал это слово. Даже люди далекие от Торы знают, что есть Тора. И все время евреи вокруг нее, они возятся с ней. Что-то происходит с Торой. Те, кто находится внутри, мы прекрасно знаем, что вся наша жизнь, она вокруг Торы. Жизнь еврея, она посвящена изучению Торы. Это как бы наша основная обязанность. И Рамхаль нам проясняет, в какой степени важность этой Торы в этом мире. И в чем тут глубина? Почему все происходит вокруг этого? Напомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Изучение Торы, оно состоит как бы из двух составляющих. Так начинает нам Рамхаль. С одной стороны, Тора – это, как он пишет, вещь необходимая, поскольку без него невозможно достичь исполнения. То есть, Тора – это источник всех наших знаний, что творец от нас хочет. После этого он дополняет и говорит, что, знаете же, что кроме этого в Торе есть еще что-то мистическое. Что-то совершенно непривычное для обыкновенного понимания человека. В чем? В чем величие Торы? Вот тут он добавляет и говорит, знаете же, что Тора, она имеет в себе наибольшее подобие истинной сущности Всевышнего, которая может существовать в Творении. А значимости уровень Торы, подобной истинности уровня благословенного, и именно это, то есть, воздействие Творца благословен он, уделяет он от славы своей своим творениям. То есть, мы видим, что величие Торы, то есть, все, о чем мы говорим постоянно, Тора, она связана с присутствием самого Творца. Там желание Творца, а Торы и воздействие на этот мир, на нас, на человека, человек, учащий Тору так, как положено, он получает непосредственное воздействие Творца, как то сказано, не опосредованное, а непосредственное. И все, о чем мы говорили с вами на прошлых занятиях. И вот выясняется о том, что все блага, о котором тут говорится, о которой Тора обещает нам, и все, что связано с изучением Торы, и как это влияет на нас и на весь мир, оказывается, что все это при условии, что Тора не дана нам просто так. Тора дана нам при условии, и он говорит, что, знаете же, вот вам два условия. Мы разобрали в прошлый раз первое. Напомню, условия, которые должны сопровождать изучение, таковы. Первое, богобоязненность при самом изучении. Второе, постоянное исправление поступков. Давайте напомню, еще это очень-очень важно. Очень важно. Давайте просто прочтем текст снова. Ибо вся сила Торы только в том, что благословенный связал с ней и обусловил ее свое драгоценное воздействие, что оно повлечется произнесением ее слов и ее познанием. При условии, об условии. Без этого занятие Торы не отличалось бы от занятий любыми другими делами или книгами-мудростями, мудрости во всех прочих областях знаний, которые осведомляют нас о каких-то явлениях, но которые не приводят ни к увеличению ценностей и значимости в душе того, кто читает их и умудряется ими, ни к исправлению творения. Ясно и очевидно, что если Тора – это только источник знаний, и если учить ее как книгу мудрости какой-то земной, то она ничем не отличается от других книг. Ничем. Есть много мудрости во всем мире. Кто помнит тему Хануки, что хотели мудрецы Греции натворить, сотворить тут с нашей Торой, знают прекрасно, именно в этой точке все разногласия находились. Греки за своей головой, они рассмотрели в Торе кладезь мудрости. Но какой мудрости? Такой, как у них была, человеческой. Они видели свою мудрость, видели, что есть еще какая-то мудрость. Они воевали и хотели, чтобы на полочке у них стоял Аристотель, Платон, Тора. Перевели Тор. Они хотели, чтобы это была простая человеческая мудрость, так, как они ее хотели видеть. Война была во многом из-за этого. Тора – это не человеческая мудрость. Поэтому ее постижение, оно невозможно простым человеческим путем. Если бы она исходила из разума человека, то точно такой же разум, другой разум, может ее постичь таким же путем. Человек мудрый анализирует этот мир, разбирается, пишет, описывает. А другой человек, по мере своей возможности, пытается понять, что он там написал. Умудрится опытом и мыслями другого человека. И так происходит. Так человеческая мысль, действительно, она распространяется по всему миру. И другие люди воспринимают и учат это. И они способны это понять как. Сядь, возьми чашечку кофе, сосредоточься. От всего мира отделись на какое-то время. В библиотеке, в тишине. И поймешь, что там написано. Тора – это совсем не так. Тора не дана человеком. Поэтому простым человеческим отношением и восприятием она не понимается. Что нужно для этого? На первый взгляд, а что у нас есть? У нас есть тот же разум, понимая то же самое. Он говорит, нет, разум у вас есть. Очень хорошо. Ну и знаете же о том, что у вас есть разум, да, человеческий. Но построен по подобию Творца. Надо только еще чуть-чуть добавить, чтобы дойти до этого подобия. Тора написана разумом Творца. Надо дойти до разума Творца. И вот для этого, оказывается, недостаточно это учить, как любую другую мудрость. Если бы мы учили Тору как любую другую мудрость. Как тут сказано, ничем не отличается от книг мудрости других народов, других людей. Поэтому все и воздействие, которое речь идет, оно на никакого воздействия нету, кто так учит. Тора требует отношения к себе, как документ небесный. Позже документ. Что это означает? И вот он дальше перечисляет, оно в Маха. Воздействие же Торы Божественного, как мы упоминали. И более того, оно самое возвышенное и вознесенное из того, что притягивается и приходит от Творца к созданию. И поэтому совершенно ясно, что человек должен страшиться и дрожать перед занятием таким делом. Ведь он предстает перед Богом и занимается привлечением Великого Света от него к себе. Он должен стыдиться своей человеческой низменности и трепетать перед возвышенностью благословенного и ликовать при этом от того, что удостоился от этого доброго дела. Но и ликовать тоже надо с трепетом. Это очень высокий уровень. Очень высокий уровень. Где это? Где мы? То, что описано, это описано на одной из... Это самая верхняя планка. Человек, который берет Тору в руки. Это действительно человек, который... Руки должны дрожать. Воистину, если мы бы могли бы понять, осознать все это до конца, то человек, который держит Тору в руках, он должен дрожать просто от страха, от того, что ему позволяет хотя бы взглянуть на эти святые буквы. Но что сказать? Мы живем в каком мире? Очень-очень далеком от этих чувств. От этого понимания, от глубины всего этого. Поэтому Рамхар продолжает и говорит нам как бы планку пониже. У вас нету сил стыдиться от своей человеческой низменности и трепетать перед возвышенностью Творца, ликовать при этом с трепетом. Эти слова нам непонятны, мы даже не понимаем, о чем речь идет. Ну так по крайней мере не предавайтесь слегкомыслию при занятии Торой или проявлении неуважения к ее словам, к ее книгам. По крайней мере, что мы когда держали Тору, учили, закончили, дали поцелуй, поцеловать. Что-то, что-то дорогое. Нельзя ее бросать, нельзя ее просто швырять, нельзя сидеть. Всякие разные... Что-то такое, что оно должно показать, что это нам дорого. Хотя бы так. Хотя бы так. Программа минимум. Когда человек так относится к Торе, бережно, с пониманием, с каким-то минимальным трепетом, то тогда, хоть в наше время, минимально исполняется это условие восприятия, получения всего блага от изучения Торы. Богобоязненность. В этом в наше время хотя бы хоть чуть-чуть проявляется. Что способен и больше, в не всяком сомнении, может больше этого, как тут сказано, по программе более высокой, действительно трепетать при изучении Торы. Эта тема изучения Торы по-видимому, одна из самых глубоко разработанных в еврейской мысли. Откройте книги по еврейской этике, слушайте лекции. Эта тема самая распространенная, о которой говорят. Учеба Торы, чоба Торы. Как правило, когда говорят на эту тему, то говорят о том, что называется Амаля Тора. В недельной главе Бехокотай сказано об этом, Раши пишут об этом явно, что все блага, которые описаны в Торе, которые может человек получить как общность, как народ получить. А все оно при условии, что человек будет учить Тору. Но как там сказано? Имбехокотай тилеху. Вот это имбехокотай тилеху, если пойдете согласно законов моих, трактуется это не как законы. И мы сейчас не входим, как это именно учат. А в том, делал ли человек усилие при изучении Торы. Есть такое понятие, называется Амаль. Мы уже много-много об этом раз говорили. По-русски это лучше всего перевести по-видимому слово труд. Готовы ли мы трудиться? Слово труд по-видимому так я понимаю предполагает, что когда например я пришел и в таком здоровом расположении духа и выспанный наевшийся все очень хорошо и я открыл для своего удовольствия что-то почитал и как только чуть-чуть устал то я закрыл книгу скорее всего это не труд по-видимому не об этом речь шла об изучении труд это труженик это тот человек который у нас как-то автоматически слово труд связан с потом с усилием с понятием что тяжело когда человек открывает тору особенно современный человек который пришел из всего что-то было такое знаете дайджест что-то такое короткое скажите мне это в двух словах скажите мне в одном предложении скажите мне а все остальное додумай и вдруг ему раскрывают что-то такое вообще непонятное какое-то может быть даже не современным языком и какие-то непроходимые дебри непонятно о чем говорят казалось бы далеко от его жизни тора написано на все поколения на все тысячелетия написано универсальным языком понять чтобы его понять нужно предпринять усилия основная часть тора она скрыта в части которую мы называем устная тора устная тора это талмуд изучение талмуда это самая тяжелая часть в постижении иудаизма и именно этому посвящено основное время которое еврейские наши дети взрослые все уделяют изучение талмуда почему потому что там находится разум божественный только тот кто в состоянии понять что там написано то его мысли начинают быть подобие мысли того что творец хотел чтобы человек мыслил надо выпрямить свой разум не так как мы привыкли в своем воображении вправо влево а прямо только там можно это понять но только можно понять что написано в талмуде а в связи с этим и в таре только тогда когда человек предпринял массу усилий вот мы открыли тор открыли талмуд и в этот момент тот самый дурной начало человека шепчет ему и говорит ему слушай это не для тебя тут какое-то вообще непонятно что и даже когда он уже заехал туда тот человек учился уже полгода год каждый раз он открывает каждый раз не понимает каждый раз это надо с трудом каждый раз надо труд потеть чтобы все это понять хочется сразу захлопнуть поставить это куда-то на полочку и пойти что-то полегче поговорить даже на эту тему но не учиться не трудиться нам тяжело трудиться трудиться тяжело то ли сил не хватает разум такой некрепкий слабенький такой слабоуме называется а творец хочет чтобы мы этот разум развили чтобы он у нас был крепкий чтобы он мог противствовать воображению телесным желаниям и всему прочему как это можно сделать оказывается что единственный способ который есть так определяет это Тора это только Тора воевать с дурным началом человеком есть одно единственное лекарство называется Тора это самое амаля Тора это самое труд в понимании этой Тора теперь эта тема сама по себе мы уже о ней много раз говорили что все постигается только посредством этого труда и проводили десятки примеров наших мудрецов все что они достигли это только посредством колоссального усилия труда и наши Долей Исраэль великие в народе Израиля они не были вначале как гениальные люди были такие типа Виленского Гаона и многих других наших мудрецов но много вождей и мудрецов наших поколений они не отличались особенными талантами зато в них было одно качество которое позволяло им добиться понимания глубины всего это был невероятный труд трудоспособность учиться 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 и учиться и вот скажите откуда может прийти вот эта сила продолжить тогда когда уже нет сил я сижу ничего не понимаю так кажется что на это намекает нам рамха ведь когда человек понимает что речь идет о письме о выражении желания творца когда действительно есть в нем истинная богобоязненность когда есть этот страх как тут все сказано когда человек он трепещет когда ни с того ни с сего у него появляется дополнительная сила трудиться откуда подъявится эта сила мы говорим давайте трудитесь трудитесь смотрите я готов трудиться платите мне это одна возможность а другая возможность когда кто-то стоит около него с каким-то кнутом или не знаю с палкой и говорят трудись если нет сейчас получишь всегда во всяких местах где вот эти рабы были их там кто-то должен был погонять человек он понимает только то что под его носом если он видит сейчас мне стукнут у него появляются дополнительные силы есть силы лень и для того чтобы эту лень победить нужно дополнительные какие-то стимул то ли стимул денежный в одну сторону то ли стимул страха перед наказанием непосредственным это то что принято в нашем мире это то что так мы живем но человек думающий у которого есть разум который может понять как это все устроено в этом мире который понимает что есть есть творец и он держит это его 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 слова самого творца в своих руках то страх перед этим страх может я не так пойму страх что меня творец же обязывает тем что я это обучаю вот это ощущение благоговения тем что я как-то причастен к чему-то божественному придает ему силы это есть это есть тот амаль это есть тот самый труд который возможен ему чтобы он еще раз еще раз еще раз еще один раз пытался понять то что он не понимает пока наконец-то он поймется сколько раз есть примеров когда иногда слышите Рав говорит вы знаете я там типичная фраза мне 20 лет мне этот ософот было тяжело 20 лет он 20 лет пытался поднять какой-то кусочек в Талмуде ему каждый раз было тяжело пока вдруг ему не раскрылось это все послушайте они говорят это один говорит 15 лет другу 10 лет 5 лет и когда действительно мы начинаем учить действительно многие места в Торе они нам кажутся такими-то полупонятными приблизительно понятными и вдруг начинаешь учить в другом месте и вдруг тебе проясняется ясно в этом месте действительно через много-много лет вдруг стало ясно что имел ввиду Равин что имел ввиду эти слова дается это нам после чего после того как мы трудимся но откуда этот труд у нас придет в всяком сомнении он придет так просто человек не будет трудиться за учебу Торы деньги не получают никто в Терешиве не стоит с каким-то палкой никто нет ничего что заставит человека трудиться кроме искренней богобоязненности самого человека никто его не может заставить никто вот это богобоязненность вот это понимание трепета что мы держим и что мы учим по видимости это то что вообще разделяет все что есть в нашем еврейском мире по отношению к учебе тоже тяжело мне даже говорить знаете есть много много раз много раз приходится слышать есть рабаним такие есть раввины такие почему вы это не раввины для вас они смотрите как хорошо знают очень интересно действительно вот то что касается мудрецов Торы мы видим что есть постоянно какие-то градации одни почитаемые другие гораздо меньше почитаем иногда встречаем на первый взгляд мудрец Торы который я не знаю так слово можно назвать он знает как компьютер спросите что угодно знает это знает может не хуже другого но почему-то как-то этот более как-то ценим и все к нему идут а к этому менее тут ответ на многое которое вообще кто находится в еврейской жизни он вам просто поймёт я намекаю кто понимает намёки он вам поймёт это из того что скрыто от глаз это того что вообще нигде не видно и это нельзя это не проверяется проверяется знаешь не знаешь это всё знание хорошо не знаешь плохо но есть то что каждый кто причастен к учёбе этого мудреца он видит как он это учит он учится страхом перед Творцом для него это 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 он с благоговением и он это учит как в университете это учит согласно этому и отношению к каждому из мудрецов видишь что человек знает но мудрость это у него не предшествует ей страх и кто учил Пиркея вот зная что там сказано это прямо в явной форме об этом сказано о том что мудрость она есть только у того у кого ей предшествует страх у кого есть страх перед Творцом он застаивается в конечной итоге мудрости и об этом Силата Шири много в этом и говорил вот этот страх вот это снова это благоговение перед Творцом вот это ощущение важности и отношение такое бережное к тому что есть Тора это очень основная составляющая изучения Тора и без нее не надо удивляться что что-то не получается что приходит человек и говорит не получается Сатар как ты учишь без усилия без вот этого труда значит нету того страха перед тем что ты учишь эта тема колоссальная мы о ней уже говорили в прошлый раз поэтому давайте попробуем чуть продвинуться дальше говорит Рамхар мы сейчас находимся в шестом параграфе кроме страха и боязни перед Творцом Тору надо учить еще со вторым условиям как с исправлением деяний тикунамасы тикунамасы что это такое что за исправление деяний слово именно в этом Тора отличается принципиально от всего другого что мы учим это как бы две основные составляющие одна это страх это верхний уровень а есть более низкий но в то же направлении на первый взгляд так мы понимаем что Тора это мудрость которую нам да Творец передал и человек может ее учить как что как мудрость давайте предположим что будет ее учить как страх со страха и только со страха и вот смотрите оказывается этого недостаточно тут два условия даются и одно без другого не работает не работает даже один страх не поможет почему потому что выясняется что человек он комплексное существо оно состоит из нескольких составляющих он не только разум в человеке есть еще и чувства и в человеке еще из тела всего телесного желания это тоже человек с тех пор как первый человек согрешил с этого времени чувства и тело это стали составной частью интегральной частью сути человека и теперь нет только головой а это есть и чувствами то есть страхами любовью и есть еще и телом и нельзя одно рассмотреть без другого это неразрывная вещь нельзя отрезать голову нельзя отрезать хотя мы знаем второе как рассказывается что похоронено в эмиратах ахпела голова есть намек нам о том что когда человек живет только головой то у него можно было похоронить но только голову оказывается что человек он шалем он целень и невозможно в нем исправление только мысль там должно быть исправление чего с правлениями действия действия что значит действия действия это означает что вот мы мы не философ в хронном смысле для нас философ это какое-то даже постыдное слово почему ты философствуешь почему сидишь сын у тебя такое мнение а у меня такое мнение давай поговорим хорошо стал от этого ты человеком лучше это весь вопрос у нас цель в конечном итоге вопрос простой ты стал лучше да или нет скоро начинается илюль начинается скоро с предстанием перед рожьей она о чем пойдет там речь прошел год что-то изменилось во мне я изменился чуть-чуть к лучшему стал меньше сердиться не знаю там говорить лучше к другим между человеком и человеком и человеком и творцом все 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 вместе взято изменилось что-то да или нет человек должен в этом мире делать он должен производить деяние почему потому что только деяние оно выявляет в нем что в нем не то сидеть и философствовать пожалуйста нет проблем за чашечку кофе за чаем за шампанским пожалуйста давайте посмотрим а вы способны уступить место вас попросят закрыть форточку закройте если вам если вам жарко вы вообще способны слушать других людей свою жену с детьми посидеть потратить на них время давайте посмотрим давайте давайте наступим на мозоль надо знать о том что что бездействия ничего не проявляется человек просто будет лежать на берегу моря и все с одной стороны у него есть холодильник переносной с другой я знаю компьютер переносной сейчас с 9 в виде, не знаю, загорается. Очень хорошо. Как пришёл туда, он только уедет. Для этого не надо появляться в этот мир. Этот мир, мы сказали, это мир испытания. Как он придёт в этот мир? Познать волю Творца, познать, как Творец устроил этот мир, необыкновенно важно. Для чего? Для того, чтобы человек больше понял, что в себе изменить. Ведь конечная цель – это прийти к совершенству. Поэтому человек, вся проверка его в чём состоит? В том, чтобы он всё, что сказано в Торе, неизбежно выполнял. Неизбежно выполнял. А кто не выполняет это и учит при этом Тору, снова ничего не удостаивается. Как может отец дать своему сыну, который всё, что просит сосед, ничего не выполняет, а делает всё наоборот. Ещё отдавать какой-то приз. Ведь тут речь идёт о что-то сверхъестественном. То есть, есть естество, то, что положено. А тут что-то не этого, ещё больше этого. Если видим, что человек ничего не делает, сидит Тору, при этом нарушает всё, что Тора повелевает. Он не может ожидать, что он что-либо получит от своего отца. Это о чём говорит тут нам Рамхай. Говорит он так. Второе условие – это исправление одеяния. Ибо тому, кто желает привлечь воздействие, следует быть достойным и готовым к его привлечению. Если же он загрязняет себя грехами и злодеяниями, отдаляет себя от Творца и блуждает вслед за силами нечистоты и зла, конечно, скажет ему, так написано, «Вэт-Илим». А злодею Бог сказал, «Кто ты такой, чтобы раскрывать мои законы и возносить на свои уста слова моего завета?» Это знаменитая фраза, и каждый, кто хоть чуть-чуть столкнулся с этой темой, знает. «Что тебе до моих законов?» Говорит Творец. Так он обращается к этому злодею. Для нас слово «злодей» – тут перевод такой очень сильный. Для нас злодей – это какие-то знаки-то с кинжалом, какой-то бандит, рецидивист, злодей, поведет. Тут давайте уберём слово «злодей». И речь идёт по-простому о том, что Творец от нас что-то требует. Он говорит о том, что, смотрите, для того, чтобы жить какой-то освящённой жизнью, не езжайте туда. Нельзя. Почему? Потому что там запачкаться можно. Чистота не только есть в мире материальная, физическая, телесная. Есть ещё чистота и нечистота духовная. Есть вещь, которую лучше не пачкаться туда, не ходить, не смотреть, не участвовать в всём этом. Есть вещи запретные. Иначе ты не останешься в той чистоте, которая помогает тебе постичь волю Творца. Что человек делает? Несмотря на все запреты. Он в этом участвует. Поехал туда, поехал сюда, всё, за чашечку, я не знаю, там сели, выпили шампанского и сидят, учат кабалу. Если сказал в пророчествах даре своём царь Давид о ком-то, о том, что тот он сказал, что тебе до законов моих, то, по-видимому, это сказано про наши дни. Когда это явление, когда самое сокровенное, самую глубину Торы, которая только есть, секреты Торы, сидят люди, которые далеки от всего еврейского, от святости, от ощущения всего, сидят и разговаривают об этом, как будто превратили кодыш в холл. Как будто ничего, всё нормально, давайте, очень интересно. У них там ещё всякие другие есть идеи, это там йога, кто-то уже, кто-то сказал надо, недавно, два дня назад, кто-то сказал, что есть кто-то, кто уже связал карате и кабалу. Идёт хорошо, смотрите, такие два хороших мутаг, знаете, как два лейбла такой, знаете, продаётся хорошо сейчас. Давайте её свяжем, вообще будет карате, кабала, уже, 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 он не просто так, он все движения делает, люди всё на продажу. При чём тут это? Ведь о них, вы можете только представить, что сказано, эти люди, которые сидят там, занимаются своими делами, вдруг прикасаются к самому святому, при этом находясь по шею, в духовной грязи. Для них это не грязь, они не понимают, что это грязь. Сидеть просто так, мужчины и женщины, не знаю, вместе болтать, говорить, развлекаться кабалой, называется. Про них сказано, про них это сказано. Что тебе до законов моих, до секретов моих? Кто ты такой, чтобы рассказывать мои законы и возносить на свои уста слова моего завета? Он говорит напрямую, если же он загрязняет себя грехами и злодеяниями, уберите эти слова, чтобы они не пугали, речь идёт просто, как он дальше говорит, отдаляет себя от Творца. Ещё и делает целые теории, возвели о том, что не надо никаких деяний. Всё, что Тора говорит, всё в кабалле написано, надо крутить в голове. Тфилин, знаете, как надо накладывать? Накладывайте утром тфилин, накладывайте, они тоже накладывают. В голове. В голове. Вот так, знаете, прокрутил. Вмысленно, мысленно. Я мысленно сейчас накладываю тфилин. Он лежит, двинуть не может. Он накладывает тфилин. Цицит накладывает. Всё, всё. Они вот сейчас накладывают тфилин. Вот там так. То есть, согласно всяких разных сфер, они наложили тут тфилин. Тфилин, цицит. Ничего не сдвинуть в себе. Ничего не сдвинуть в себе. Ничего не изменив себе, оставшись, погрузившись, оставаясь по всей этой грязи, которой находится человек, духовно, естественно, и хочет при этом всё это изучать. Чего не получится. Не должно ничего не получится. Это просто осквернение всего. Осквернение всего. Знаете, как тут сказано? Сказал, как продолжает Абрамхали, говорит, сказали также наши мудрецы и благословенные их память. В трактате Холин. Каждый, кто обучает недостойного ученика, подобен бросающему камень Маркулусу. Что за Маркулус? Кто знает из прошлой жизни, как тут примечания редакции пишут. Слушание Маркулесу заключается в бросании камней в его изваяние. Это было одно из видов идолопоклонства. И вот это очень интересное было идолопоклонство. В чём это было служение? Ведь идолу служат. Как каким-то образом. Приносят какие-то жертвоприношения. Есть какой-то всегда церемониал вокруг идолопоклонства. Отличалось это идолопоклонство Маркулесу в том, что надо было бросать в нём камни. Кверану скажите, когда мы видим, бросают в камни, что это кажется, что нам? Отвергают его? Хотят позоры. Давайте забросаем его камнями. Это позор какой-то, как будто отталкивание. Это идолопоклонство состояло в том, чем больше будете меня презирать, чем больше бросать в меня камни и делать на мою голову, тем больше в этом есть моё достоинство проявлений. Это кроется за этими словами. Когда учитель обучает ученика недостойного, обучает его, так он, как тут написано, если вы такого недостойного чего обучаете, это как будто вы бросаете камень в этого идола Маркулеса этого. Чем больше будете в нём это бросать, тем больше он это будет использовать для своих нехороших целей. Тем больше он ещё укрепится в своей грешности. То есть, все знания, которые мы видим, человек может приобрести в Торе, тут же всё будет использовано. Карате, кабала, пойдут ещё придумают. Мы только посередине этого процесса, всё это не закончилось, всё это ещё лопнет непонятно чем. Ведь всё хотят тут же использовать. Тут же написать книги какие-то, возьмут все эти мысли, распространят её, прибавят своё, добавят своё. Мысли из кобылы сейчас распространились по всему миру. Сколько написано, сколько сделано, сколько уже над этим, вы даже не знаете, откуда это. И все, каждый присваивает себе, каждый наживается. Кто-то что-то хочет, что-то тянет. Всё на продаже тут. Всё. Чем больше недостойного ученика учим, тем больше зла приходит в этот мир. Тем больше он там будет грешить, используя эти знания. То есть, тут говорит нам Рамхал о стороне минус. Знаете же, когда мы изучаем Тору, то есть условия. Первый условие, богобоязнь на стороне, всё, что там написано, надо исполнять. Начинает он с минуса. Знаете, что если вы не будете исполнять, то это как будто вы занимаетесь идолопоклонством. Вы увеличиваете зло в этом мире. Всё зло в этом мире по хабале. Оно от того, что человек может приблизиться к святости, ничего не изменяя в себе. Это называется лахицойним. Это всё во внешней силе, к ситра ахра всё уходит. Всё, что могут удара учить. Это со стороны минуса. Со стороны плюса, по сути, человек должен учить Тору и при этом постоянно исправлять самого себя. Мы знаем, что в тот самый год, когда евреи вышли из Египта, в тот год, когда были все установлены, все наши праздники, и, в принципе, все основы еврейской жизни. Мы знаем, что еврейский народ вышел из Египта. Точнее, Творец вытащил их из Египта для того, чтобы они Тору получили. Но интересно, Тора не была дана им как подарок. Мы могли бы спросить простой вопрос. Вытащил он их из Египта. Отлично. Для чего? Дать Тору? Давайте давать Тору. Нет, не дал Тору. Что произошло? Они должны были идти ступень за ступень. 49 дней. И только на 50-й день они получили Тору. Что произошло? Оказывается, что Тора не могла быть получена рабами, которые вышли из самого исчадия этого ада. Из всего этого места, где Балагана, который всего мира, где сосредоточена была вся нечистота мира. Надо было очиститься от всего этого. Надо было приподняться, чтобы создать тот сосуд, который способен Тору божественную получить. 49 ступеней. Мы прекрасно знаем. Тоже много об этом говорили. Это те 48 киненей Тора, путей приобретения Торы. И 49-е это всё вместе собрано. Посредством которых может достоиться Тор. Вот удивительная вещь. Снова повторяем уже много раз. Для того, чтобы какие-то знания, мудрость приобрести, надо иметь хорошие мозги. Надо быть сосредоточенным. Время на это иметь. Законспектировать. Хорошо пройти, простудировать. Можно усвоить. Про Тору. Когда мы проходим по 48 этих путей приобретения Торы, мы там находим мало что связанное с какими-то особыми дидактическими путями приобретения, изучения Торы. Что там только нет. Отношение к товарищу. И надо делать милость другими. Что только там нет. И мы видим, что они на первый взгляд никак не связаны с приобретением мудрости с разумом. А с чем они связаны? Они связаны с тем, что человек обязан построить тот самый сосуд своей души, который способен принять эту Тору. И это связано с действием. Нельзя прокрутить в голове милосердие. Я хочу сделать добро другому. И так подумал. Раз подумал. И сейчас все сделал. Спроецировал. Добро на другому. Я помог ему переехать с квартиры на квартиру. Так, лежа в кровати, не сдвинувшись с ней. Посмотрите. Встаньте. Тащите на своих плечах. Давайте посмотрим. Есть у вас силы? Нет. В момент тогда, когда вы спешите. Вы поможете кому-то или нет? Тысячи ситуаций, которые могут произойти с нами. Промолчать в момент, когда вам хочется все сказать. Есть у вас силы или нет силы? Вы прокрутите это в голове. А где вы это прокрутите? Это совершенно другое состояние человека. Кто не делает эксперимента со своей душой, он вообще не понимает, что тут написано. Это надо столкнуться лоб в лоб со своими внутренними силами. И один раз, один раз хотя бы победить, чтобы понять о том, что вообще жизнь может быть совершенно построена совершенно другая. Она может быть совершенно другой. Все в мире совершенно по-другому устроено. Надо один раз победить поистину самого себя. Это основа основ. Надо исправлять себя. И вот это исправление позволяет нам соблюдать. Митцвот делай, митцвот не делай. Они все направлены, чтобы исправить человека. Чтобы исправить его. Например, человек хочет что-либо сделать. И вот чувствуешь, ему тяжело это сделать. Ему чуть ли не болит это, он не может. А, тебе болит, когда тебе нужно это сделать, значит ты больной. О, очень хорошо. Скажи спасибо, что определили у тебя диагноз. Так просто бы лежал бы на берегу моря. С холодильником и с компьютером. Все нормально, нельзя определить, у тебя есть болезнь, нет. Как только хочешь пристать. Ой, мне тут болит. А, отлично, значит, просто ты это раньше не замечал. В лежачем состоянии нельзя обнаружить, что у человека там в душе. Надо что-то сделать. Попробуйте, начните как-то жить. С этого момента начинается только проявление, в чем ты больной. А, если есть хотя бы диагноз, в чем больной, значит, можно хотя бы понять, как можно это лечить. То-ра, это 613 болевых точек человека. Каждый раз надо, а, тяжело, а, тяжело, делай. И тогда человек начинает исправлять самого себя. Это второе условие. Второе условие, что человек, он не исправляет свои деяния. Исправление деяния, оно включает в себе две составляющие. Это исправление своих метод, человеческие качества. Что это непонятно сложно. А что поможет ему в этом? Это повеления внешние. Совершенно внешние, которые, на первый взгляд, они кажутся механистическими для тех, кто просто не понимает, какая глубина в этом она вкладывается. Это не делает, это не делает. Почему? А я это не понимаю. Сначала сделать и увидел. Проделать эксперимент со своей души. Проделать. Тогда мы увидим, что все это не так. Естественно, что есть огромная опасность, что человек начнет делать внешние деяния. Это нельзя, а это да, делает механистическим образом. И против этого вся этика еврейская, она направлена весь мусар, чтобы человек вышел из этого состояния. Мелумада называется. Привычки. Автопилот. Да, есть в этом опасность. Но без деяния невозможно. Все, что написано в Таре, нельзя учить Тору без того, что человек выполняет, исправляет себя. Ничего туда не войдет. Ничего. Ничего. Давайте продолжим, что говорит нам Рамхар. И вот, смотрите, после того, что все, что мы сказали, подведем очень короткий итог. Что Тора, она как бы нам дает все облагословления этого мира. Если мы будем учить Тору, надо сидеть, учить Тору, да. Но при этом надо знать, что нужно и учить в благоговении перед ней. Знать, что за книгу вы держите в своей руке. Это тут воля самого Творца. Плюс, все, что тут сказано, надо тут же исполнять. Надо знать, что мы не философы-теоретики. А мы все это для того, чтобы испробовать на себе. Тут же, моментально. Все это на себе надо испробовать. Тяжело, тяжело и так далее. Два условия. И тогда, когда человек живет и согласно этому, и согласно страху и согласно исполнению, исправлению самого себя, тогда все блага, которые есть в этом мире, они к нему, снизу сходят. И жизнь совершенно другая. И все по-другому. И все видится по-другому. Человек видит другой мир. И вот смотрите, что пишет Рамхаль. И тем не менее, наши мудрецы открыли нам величайшую тайну. То есть, что это значит? Снова надо понять, что пишет. Что написано? То есть, по сути, нельзя ее раскрывать. Что такое тайна? Тайна – это то, что не раскрывается. На каком-то этапе, согласно тому, как все идет к концу, мудрецы решили эту тайну раскрыть. Что у нас состоится? Если бы не оставили злодей изучение Торы, в конце концов возвратились бы к добру. Что мы сказали до этого? Что вы делаете? Что вы изучаете Тору? Злодей. Какая ваша участь? Почему вы причастны вообще к этой Торе? Тут речь идет не о современном состоянии. Вовсе не. Речь идет о временах первого храма, даже второго храма. Когда делали злодейские поступки, речь шла действительно чуть ли не убийство, распутство. Все, что только не было в истории еврейской в прошлом. Но только не оставляйте Тору. Не оставляйте. Почему? Знаете, что в конечном итоге, даже если вы это подобное ниточку эту держите, почему? Тора в конечном итоге человека возвратит в нормальное состояние. Если бы не оставили злодея изучение Торы, в конце концов возвратились бы к добру. Так пишет Ромхан. И хотя они не в состоянии привлечь никакое воздействие от Всевышнего, как мы упоминали. Естественно, что все условия, которые мы сказали, ничего свыше, никаких подарков, экстра, ничего не получается. Но все же слова Торы святы и сами по себе. И при постоянном занятии ими повлекут раз за разом небольшое пробуждение. И какое-то подобие мельчайшего озарения, занимающегося ими. Которое в конце концов пересилит и вернет их к добру. Теперь все, что мы сказали плохого. Теперь смотрите, какую надежду дают нам наши мудрецы. Они говорят о том, что знаете же, действительно, подарков никаких сверху дополнительных от изучения Торы нет. Но зато, кто за ней хоть чуть-чуть держится. Хоть хотя бы ее учит, как в университете. Хотя бы, знаете, интеллектуальное любопытство. Хотя бы понять. Я иногда говорю со светскими людьми. Скажите, вам не интересно, на Торе построена вся мудрость мира. Это источник. Неужели вам просто так, ну, чисто интеллектуально понять, разобраться, о чем речь идет? Вам интересны какие-то там всякие мысли, а то Китай. Посмотрите свое. Хотя бы для любопытства. Быть в курсе дела. Ну, по-настоящему, как интеллигент. Так он говорит, что хотя бы кто будет так учить. И не оставит, а продолжит. Еще, еще, еще. Это постепенный процесс. А влияние постепенное. Оно будет давать какое-то. Как он говорит, тут какое-то подобие. Обратите внимание, какое-то каждое слово, оно очень точное. Какое-то подобие мельчайшего озарения придет к тому, кто и занимается. И в конечном итоге такой человек придет к добру. Действительно, мы встречаем людей, которые называются лолишма. Которые пришли заниматься торой. Что называется лолишем шамаем. Не во имя понимания воли Творца. Не понимания вообще величия, что за этим стоит. Пришли. Я знаю, там пригласили на булочку, торт. Дали кока-колу. Пришли. Встали учить. Есть, которые, как только закончилась булочка с кока-колой. Есть, которые сказали о том, что не платят, я не прихожу. А есть, которых это чуть-чуть, чуть-чуть затеял. Продолжили. Продолжили. Еще продолжили. Продолжили. Пока не увидели этот свет, который там есть. И только тогда, уже впоследствии, там, там, все это величие, которое и благо, которое сверху должно прийти, оно только потом приходит. Как при этих двух условиях. Но, чтобы за что-то зацепить, главное не потерять. Это главное не потерять. Главное не прекратить эту связь с торой. Не прекратить. Для нас. Что это значит? Для нас это по-простому. Это означает, что человек, который вначале не понимает. И это совершенно ясно и понятно. То есть, давайте, чтобы не было недопониманий. Человек, который пришел из мира, откуда мы пришли, я хорошо, прекрасно помню лично свое состояние. Мы очень-очень-очень далеки приблизительно даже от того, что в Торе написано. Святости Торы и все, что с этим связано. Сделать к этому, прийти к этому, это колоссальный труд и много времени занимает. Все это не за один день. И очень важно знать, испытывать какое-то доверие к мудрости всего еврейского народа, которые тысячелетия, которым были отдать свою жизнь. Что их держало за это? Ответ всеми, всеми, кто хоть в этом сунул голову. Тора держало их. Так что же есть в этой Торе? Надо дать какое-то доверие. Начали учить? Продолжите учить. Тяжело, не понимаем. Ничего страшного. Продолжим. Еще продолжим. 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 И тогда, что Творец нам даст? Тогда повлечет раз за разом небольшое пробуждение. Еще чуть-чуть. Еще одно занятие. Еще одна мысль, которая была понята. Еще какое-то озарение, что-то пришло. Еще, еще, еще. Добавляйте. Не поднимать руки и не сказать, что тяжело все. Мне это не интересует. Давай еще что-то поинтересуй. Что-то полегче может быть. В конечном итоге, как это сказано, все это соберется вместе. Все эти маленькие озарения и приведут человека к добру. И об этом сказали мудрецы. Пусть даже оставит меня, но соблюдает мою Тору. Снова, это было сказано по отношению к тем поколениям. Тоже чуть-чуть относится и к нам. Пусть меня даже оставят. Не приходите в храм, но Тору учите. Не оставляйте мою Тору. Почему? Потому что она единственная, которая вернет вас в конечном итоге и ко мне. Снова, об этом сказали мудрецы в Медра Шейха. Пусть даже оставит меня, но соблюдает мою Тору. Ибо из-за того, что будут заниматься ею, заключенный в ней свет возвратит их к добру. Конечно, в итоге. И после всего этого добавляет Амхаль, только чтобы все было ясно и понятно. Очевидно, что речь здесь... Но! Очевидно, что речь здесь идет не о том, кто занимается Торой для смеха, издевательств или извращает истинный смысл, а о том, кто занимается ею, по крайней мере, как занимается другими науками. Как мы другими науками занимаемся? Серьезно. Хотя бы так заниматься. Серьезно Торой. Очевидно, изучать, непонятно, ничего страшного. Еще год, еще год. Со временем человек начинает постепенно, постепенно понимать, входить, свет приходит к нему. Хотя бы так. Но вовсе не так, когда человек берет эту Тору для развлечения. Для смеха тут сказано. Для смеха. Давайте посмотрим, что эти татишники тут понаписали. В средневековье. Для смеха. Просто давайте, чтобы мы были в курсе дела, чтобы знать, над чем посмеяться. Не для того, если он учит, для издевательств. Для того, чтобы после этого показать всю свою глупость и опубликовать на всех сайтах, где только можно. Читайте, смотрите, я нашел. Торе так сказано. Я понимаю так. Что они там пишут, никто ничего не понимает. Я, наконец-то, все открыл. И про них сказано. Как-то извращают истинный смысл. Видите, почему добавило все это? Почему? Потому что есть люди, которые как и учат. Учат для того, чтобы как-то... А где мое место в Торе? Где-где тут я? Они учат Тору для того, чтобы иметь... Говорить о чем-то серьезном. Для них все-таки религия, они же понимают. Все остальное какие-то приходят, уходят. Какие-то приходящие ценности. Люди думающие. Они понимают, что религия что-то такое вечное. Это проходит во всей человеческой истории от начала до конца. Есть в этом что-то? Теперь, если они в этом вообще никто, ни то, ни сего. Кто не такие? Так они учат Тору, чтобы там хоть тоже было им что-то сказать на эту тему. Чтобы их тоже кто-то слушал. Чтобы было красивое что-то. Какие-то мысли такие особые. Какие-то процитировать из пророков. Что-то написать из Торы. И писать от себя. А после этого ничего. Кто вам то сказал? Что написано? Написано, что есть 70 сторон понимания Торы. Видите? Они все время оперируют к этому и говорят. Видите, вы сами говорите о том, что... Почему надо, как вы говорите? Что узурпировали власть? 70 понимания Торы. Верно. Есть 70 пониманий Торы. Кто сказал, что есть 71? 72? Кто сказал, что есть больше, чем? Есть только 70. Только 70. Те, которые мудрецы и описали. Чтобы комментировать Тору и говорить свои мысли, надо знать всю Тору. Надо понимать ее всю глубину. На всех уровнях. Только тогда можно что-то комментировать. А не то первое, что пришло тебе в голову. Может быть, оно и верно. Но оно не связано с истиной понимания. Когда человек учит Тору для того, чтобы для смеха, то ли издевательство, по-настоящему издевательство. То есть, он хочет просто-просто ищить для того, чтобы просто найти что-то, бороться с татичниками, с религиозным насилием. То ли тот, который изначально ее учит для того, чтобы извращать ее истинный смысл. Естественно, о нем речь не пойдет. Он может просидеть 20 лет с этой Торой. Клюм. Ничего. Ничего. Никакого света. Никаких озарений. Ничего там не добавится. А тут он имел в виду о том, что если человек по-простоому сидит, учит, серьезно. Просто как серьезно. Хочу понять. Как я сказал, для интеллектуального любопытства. Сидеть будет учить. Но только не два дня. А попробуй действительно всунуть туда в голову. Постепенно-постепенно свет придет. И последний параграф говорит нам Ромхар. Но тот. Как бы подводит сейчас он итог. Но тот, кто очищает и освещает себя в своих деяниях. Привлечет своим учением воздействие в соответствующей мере своей готовности. И чем больше подготовит себя, тем больше возрастет ценность учения его сила. Это то, что он говорит. Тот, кто очищает и освещает себя. Смотрите, как тут точно написано. Тут. Митагеру мекадеш. Надо знать. Это два термина, которые мы в книге Мисалаты Шари много-много говорили. Одно со стороны очищает, со стороны не делай. А освещает со стороны делай. Обратите внимание на эти маленькие тонкости. Это не изучение торы снова и снова, это выспаться и сконцентрироваться. Очищение не делай. Это со стороны страха. Освещение это со стороны любви. Это со стороны делай. То есть, кто очищает и освещает себя в своих деяниях, привлечет своим учением, когда он изучает, воздействует соответствующая мере своей готовности. То есть, все в мире построено мера за меру, согласно усилию и результату. Насколько мы себя очистили, насколько мы себя осветили, такой результат и будет. И чем больше, говорит Рамхал, подготовит себя человека, чем больше возрастет, тем больше возрастет ценность учения его силам. И мы находим в древних мудрецах, что их учение венчало их великой силой, превосходством и отличием, чего нет в последних поколениях. И все из-за преимущества их готовности над готовностью последних. Это Рамхал говорит уже о своих поколениях. Он говорит о тех, которые жили гораздо раньше. Говорит о поколениях Танаим, кто знает, что это такое, и Амараим. И уже сказали об Йонатане Бен-Юзьеле. Был один из величайших Танаим. Он жил около двух тысяч лет назад. Что когда он сидел и занимался торой, всякая пролетающая над ним птица тут же сгорала. Так написано. Он сидел учил тору и если птица пролетала над ним, то она сгорала. Я помню, как однажды я давал какое-то занятие и был сам свидетелем, как один человек говорит, почему птичку жалко. Знаете, сделай из этого, знаете, птичку жалко. То есть, из всего этого он увидел только лейцану, только шутовство. Просто я уже в скобках замечу, что просто кто читает это по-простому, земными глазами. То он видит, сидит себе человек. Его, знаете, как в кино сидит, там трясется, не знаю что. И такой какой-то, идет свет такой. И там идет какая-то, я знаю, какая-то утка и сгорела. По-детски все. Не это имеется в виду. Об этом мудрецы пишут. Уровень, который достиг Йонатанбен и Зиэль, это был уровень, когда даже ангелы принижались перед его святостью. Они даже были еще. Святость настолько была велика в его учебе. Он настолько очистил, осветил себя. Это же он хочет подтвердить на мысль о том, что все соответствует мере готовности человека. Насколько он себя подготовит, настолько и возрастет ценность его учения и усилия. И как пример, кого приводят? Йонатанбен и Зиэль. Что он себя настолько очистил, осветил, что даже сами ангелы, они принижались при них. Они сгорали от учебы Торы, которая исходила из вуз. Ну, я надеюсь, мы в двух словах настолько, сколько могли, мы чуть-чуть прикоснулись к этой теме. Невероятной, огромной теме изучения Торы. И это условие надо знать о том, что Тора не дается просто так. Это необыкновенная мудрость. Только тогда, когда мы будем ее учить, как книгу божественную, с трепетом, с неким страхом, хотя бы уважительным отношением. Когда мы будем все учить, сразу же с намерением себя исправить, что-то проделать самим собой, с желанием совершенства цельности своей души и тела, тогда и мы удостоимся всех тех благ, которые написаны, что человек удостоится, когда он изучает Тор. Ну, тут остановимся. Всего доброго. До следующей встречи. Всего доброго. Привет из Руссалина.